добрый день вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео уходит каждый день продолжаем обозревать журнал который мы уже одно видео сняли и сегодня приступаем ко второму видео я думаю что из первого видео у вас уже куча идей в голове что-то новенькое все мы ищем 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 и кто-то должен помочь это новенькое найти перед нами журнал 2020 года вот написано 2020 ириночка нам из венеции привезла вот такие журналы сам журнал ценности не представляет я уже вам говорила а мы рассматриваем приложение к журналу мода 2020 года и я хочу сказать мы с вами дошли до сафари мы это обсмотрели уже все обозрели идем дальше ну тут какое-то название страницы что я даже не могу прочитать но что-то очень эксклюзивное мне очень понравилось вот такое платье платье тогда когда у них очень пышные рукава а мы впереди еще такие модели увидим когда огромные огромные очень пышные рукава и пышная юбка тогда конечно очень маленький должен быть лиф нельзя и тут делать с наплывом с драпировкой а с огромным воротником и юбку пышную и рукава огромные потом все это смотрится по крайней мере странно поэтому смотрим сюда не тут подсказали корсары это пираты то есть какая-то пиратская тема смотрите платье на очень широком кожаном поясе с шикарной пряжкой очень четко держит талию подчеркивает не дает ей расплыться маленький очень маленький лиф вырез прямоугольный огромный между вырезом и плечиком очень мало расстояния я думаю что сзади это просто кругловатый вырез потому что если сзади еще степстока была вырезана он конечно плечи бы упали но спинка видимо такая что плечи держит очень маленькое расстояние от начала выреза до рукава очень 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 объемный рукав присобран вот здесь на такую планочку видим она на застежки и книзу вот такой тоже присобраны посмотрите как красивый рукав пышная юбка слегка присобранная прямая и вот здесь вот есть такая отрезная часть но она превращается еще в небольшую оборку и получилось абсолютно великолепное платье я даже тоже смотрю на него я себе тоже хочу такое платье но слегка уменьшить декольте потому что ей так много критики получаю за всякие декольте хотя у меня не так уж много декольте я думаю что я сделаю это платье себе поаккуратнее а так вот мне даже очень нравится никаких не нужно таких особых знаний в моделировании просто ровный лифт вырез пышный пышный рукав и пышная юбка и также думаю что подкладка также очень пышная потому что иначе если подкладка такая не присобранная платье не стоит что-то должно его немножко снутри держать посмотрите какой хорош и карно что еще нам предлагает пиратская тема кожаные шорты белой рубашки супер нереальные блузы с огромным огромным рукавом с наплывом со складками на таком небольшом манжетике и книзу тут еще двойная ткань все присобрано аж прямо на руку ложится роскошная вот такая двойная ткань присобранная по горловине это не оборка это двойная ткань причем край вот этот не сутюжен вы видите да вот такие вот темно-бежевые брючки со складочками с драйпировкой по бокам с желтой блузой блуза немножко сбоку вот такие вот тут пуговички тут какая-то стоечка или рюшечка вот такие опять нереальные блузы но больше здесь такого ничего не вижу на что мы можем обратить внимание можем обратить внимание вот на такую жилеточку на очень узких таких вот плечиках которую можно одевать не только на этот наряд она все если у нас была бы вот такая красная жилеточка мы бы одевали на все что угодно на юбку с блузой на брюки с блузой кто позволяет себе в брюки ну как бы без напуска вот здесь вот конечно очень красиво иметь такую жилетку прекрасные рукава огромные фонарики очень пышные асимметричные юбки узкие брючки на узкие брючки одета вот такая вот безумная бахрома вот она у нас тут аж вот отсюда начинается пиджак с вышивкой я думаю что из этого обзора вы много почерпьете здесь все такое довольно странное посмотрите как сделан пиджак вот здесь сшитый пояс сверху вот такие защипы на грудь вот такие вот рамочки с уголочками темные на белом расширенные плечи ну красивый пиджак в любом случае приносит нам что-то новенькое вот этот вот подрезик вот эти защипчики на классическом пиджаке и вот эти вот темные карманы темные пуговицы как бы приносит все равно что-то новенькое нам но здесь такие какие-то огромные странные рубашки длинные какие-то жилеты вот такие все таки веревочках ну как бы здесь на этой странице кроме вот этого пиджака ничего такого не увидела что нам может пригодиться что только нельзя сделать из платков ткань которая выпускается вот таких платочных мотивов из нее мы шьем сарафан из нее шьем платье из нее шьем полочки к рубахам вы видите да это могла бы быть хлопковая однотонная рубашка платки могли быть вшиты только в полочку или только в спинку и так далее как бы платки это та тема которая требует но от нас такой фантазии в горошек с окантовкой асимметрия углы в разную сторону блузочка на дно плечо с асимметрией тоже с такими углами обычная такая блуза футболка цветной юбкой симметричной очень красиво ну и конечно всевозможные платья и комбинезоны вот он комбинезон еще сверху одет такая вот ну как болеро что ли и еще и тут выходит такая как юбочка на брючках то есть тут уже принесено очень много фантазии думаю что мы точно такой не сделаем но вообще на идею можем посмотреть смотрите никогда из моды не уходит вот такое платье вшивной пояс такой достаточно сантиметров 7 6 7 по линии талии вшивной пояс пуговички оборочки складочки миди длинный рукав с манжетом и мужской воротничок вот эта модель никогда не выходила в моду никогда не входила она просто всегда в моде рубашка классическая рубашка такая в стиле сафари манжете эти клапаночки карманы юбки сетки очень сейчас модного такие прессированные даже я себе приобрела конечно не такую прозрачную но у меня тоже есть такая подобная юбка цветные асимметричные платья вот у нас такие вот такой асимметрии внизу какая-то там сеточка вот у пуговицы пуговицы и видите как расходится и все это на подкладке потому что с этой стороны видно однотонная черная ткань очень красивое платье и с кожаным ремнем с пряжкой просто великолепно стойка высокая стойка обычный спущенный рукав и ровное платье по бедрам отрезное с этой стороны ровно а с этой стороны вот такая вот сборочка отличное платье если правильно подобрать расцветку можно прямо вот вообще просто очень шикарно ну здесь много еще чего есть как бы не вижу на чем надо останавливаться вот такая юбка в стиле шанель клеточка и она еще тут какие-то такие разрезы и там какая-то еще полоска ну это уже вот когда у нас со все 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 есть и мы уже там ищем такое что-нибудь подходит платье майка желтая раз подрез два подрез от него разрез и такие складочки видите да но от разреза внутри видно нижнее платье которое другого цвета и заканчивается вот такими вот кремовыми кружевами зубьями ну как бы да идея хорошая шорты с ремнями юбки леопардовые юбки леопардовые с какими-то тут вообще какими-то этими по юбке идет вот такой двойной из жаккарда вала оборка которая вот сюда 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 уходит и уходит вокруг но на самом деле вот с этой страна не выходит значит где-то на тут кончается вот такие вот спортивные куртки типа бомберов очень свободных бомберов но видите с манжетами со складками с карманами с капюшонами и у нее даже не на не насквозь вот это идет застежка а вот тут заканчивается как в анараке джинсовые вот такие курточки видите как красиво внизу так а вязаная деталь в горловине вот такая вязаная деталь карман пуговицы ну вот такая вот деталь вполне себе может быть для тех кто любит джинс спортивный стиль и посмотрите на эту страницу представьте что значит теперь в нашем современном мире спортивный стиль мы привыкли спортивный стиль что это брюки что это бомберы что это спортивные куртки что это карманы что это такие брючки спортивные в которых нам удобно но нет нынче спортивный стиль изменился очень широкие брюки с лампасами вот такая наверх курточка одевается тоже вся с кантами. Видите, как канты расположены, да? Спортивные рубашки, широкенькие брюки, ремни. Вот такие вот широкие плащи. О, это прямо наша парка, просто длинная. И просто больше. Карманы, клапаны, это скулисочка, воротничочек. Ну, что-то такое по образу и подобию. Я не скажу, что это прямо парка, но по образу и подобию. Желтая, горчичная, рыжие. Вот такие какие-то плащики. Где-то тут рукава, передняя часть раскрыта, раскрыта, вот так выкройка, а потом вот так собирается на такую резинку. Видите, да? Ну, тоже ничего так. Комбинезоны. Огромные, объемные плащи тоже вот на таких кулисках, как в парке. Очень красиво. Идем дальше. Тренчи в новом исполнении, совершенно в новом, потому что мы привыкли к классическим тренчам, имеют свою форму. Это аккуратное плечо, слегка спущенное, это воротник, это вот эти отлеты, это пояс, сзади шлица и так далее. Но сейчас настолько разнообразие в тренчах, это просто нереально. Я думаю, что теперь мы можем тренч шить вообще, как только нам взбрендит. Отлетный воротник, переходящий в бант. Вот тут по центру какая-то огромная, очень большая драпировка, от нее все драпируется, драпируется, драпируется. Широченно раскрышенная спинка, и вся по низу немножко присобранная. Но это уже абсолютно эксклюзив, это не из тех платьев, которые мы носим каждый день. Ну так, здесь больше не вижу, что показывать. Мне понравилось вот это платье. Длинное, широкое, с такой деталью, которая еще сверху, она тоже вот тут присобрана, отрезная, карманы без рукава. И вот здесь с одной стороны переходит в такую вот оборку. Эта оборка начинается от груди, выходит, выходит, и на кокетке, я бы сказала, переходит вот сюда в плечо, и тут заканчивается. Ну как бы красивое платье. Жакет. Очень увеличенный, с увеличенными плечами, с очень увеличенными рукавами. Не приталенный, но по бедрам сидящий, вот именно так по бедрам. Именно по бедрам сидеть нормально, потом не притален, уходит вверх, в широкие плечи и в огромные рукава. Ну как бы это сейчас очень модно. Платье-майка. Книзу вот немножечко тут складочками прибрано широкое, с карманами. Ну то, что сейчас, конечно, мы все очень любим. Все остальное, как бы не думаю, что мы будем шить. А, это что-то такое, тема для яхт. Полоска, полоска, одна полоска, другая полоска, джинсовые брючки, вот с такими выточками, ремень-цепочка. А, это Шанель, видимо, Шанель. Да, тут написано Шанель, но я уже по ремню вижу, по пряжке Шанель. Очень красиво. Красный цветок, жакеты длинные, пуговицы низ цвет, укороченные, ровные-ровные брюки другого цвета, очень красиво, кстати. Жакеты в стиле мужских, тельняшки всевозможные. Посмотрите, как сделаны светлые брюки. Вот такой широкий лампас по боку у этих широких, абсолютно очень широких брюк. И также темненьким отделан карман и кожаный ремень. Лампасы, отделки и кожаные ремни очень меняют образ и делают его более интересным. Калипсо. Все яркое, все асимметричное, все безумно яркое, все очень многообразное, абсолютно очень широкие брюки в полоску, такой же плащ до пола летний, абсолютно какой-то хлопковый и какая-то там блуза. Ну вы видите, какой наряд. Как бы можно сказать, что это все нам не подходит, но все равно какую-то идею мы можем взять. Я уже вам говорила, что если огромные рукава романтика и пышная юбка, и к этой пышной юбке еще здесь оборка, еще есть асимметрия перед немножко короче, спинка немножко длиннее. При вот этих всех обстоятельствах крупный рисунок кружеве, огромные рукава, большая юбка, сосборенная, еще оборка, еще более сосборенная. Но тогда должна быть очень хорошо выраженная и очень аккуратная должна быть талия. Если к этому всему еще сделать талию с наплывом, ну это просто, конечно, ужасно. Но видите, как хорошо, аккуратно выглядит наряд. Вот такие вот юбки, платья, кружева, юбка и топ. Все отделано вот такими кружевами, какими-то квадратами все нашито. Мелкий цветок, белое и кружевное очень красивое. ретро-платье, помним, аккуратная талия, пышная юбка, сосборенная с головкой рукав, не знаю, с каких лет к нам пришел, широкий, на манжете, пуговички, стоечка и рюшечки и с какой-то такой вышитой ромашками. Ну вот этот наряд меня поразил. Я, конечно, ничего такое точно шить не буду, но у меня есть молочное кружево и не знаю, что есть темно-синее. Темно-синее должна быть какая-то летняя ткань. Конечно, мне вот это не понравилось, что тут какие-то пояса в линии талии чуть ниже, но мне понравилась вот эта сама идея. Я думаю, какой-то надо разработать ну такой, как с большим воротником какой-то сарафан до полу на пуговицах и я думаю, что разрезы прямо вот отсюда я бы сделала от бюстгальтера и вниз вот так бы их раскрывала и на талии бы их легко связывала, а внизу вот это все было бы молочно-кружевное. Ну, может быть, даже сзади еще бы сделала швейцу, чтобы вот этот сарафанчик был вот такой чуть-чуть-чуть-чуть нас прикрывал и потом темного будет вот так меньше. Но мне вот эта идея очень-очень-очень-очень понравилась. Со всего журнала больше всего понравилось вот это. Ярусы это уже все было. Горошек, кружево, юбка в ярусах. Розы-розы-розы, заканчивается вот такой розой. Юбка, видите, розами цветная, однотонный розовый топ вот с таким цветком. Красиво. Безумно широкие рукава, широкие брюки, кружева. По юбкам, видите, что по низу идут кружева. Розовая юбка, где-то под пиджаком видно вот тут кружева. И по низу кружева. Очень красиво. Платья прямо ретро-ретро-ретро, как будто их взяли вообще со старых времен. Вы видите, да? Очень красиво розовое с таким кофе с молоком. Вот розовое и кофе с молоком, и молочная обувь. Видите, как красиво, да? И последняя страничка розовое. Бледно-розовое платье, нет юбка, блузочкой, брючный костюм. Прекрасно такая розовая в редкий цветок юбка. И к нему вот такой топ. Но мы, конечно, можем живот не уголять, а просто сделать нормально блузу. Наша любимая тема с вами комбинезоны. Прекрасная вот такая. Тоже, видимо, это комбинезон. Вот она ногу поставила. Видно, что это широкий, но комбинезон. Шорты, черная майка, обычный пиджачок. То есть мы должны уметь создавать образы сами. Никакой журнал, никакая Ирина Михайловна нам с вами не помогут. Вот это вот все придумать для себя. Я тоже про себя знаю, что мне никто не поможет, кроме самой себя. Потому что, ну как ты поможешь? Это невозможно. Я думаю, что наш обзор нашего журнала, два обзора нашего журнала помогут вам в этом нелегком выборе гардероба для себя. Сейчас очень много учителей советуют нам, рекомендуют, говорят, что вот так делайте, вот так делайте. Но это очень часто не совпадает со мной. Поэтому я думаю, также эти все советы не совпадают с вами. Потому что я-то себя знаю, какая я, и также вы каждый, каждый из вас тоже также себя знаете, да? Поэтому я думаю, что каждый из нас должен включить свой мозг и что-то придумать для себя. Ну а мы с вами рекомендациями, обзорами журналов, нашими уроками будем вам помогать. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы, заглядывайте в наш тканевый бутик и задавайте вопросы. Всего хорошего! С вами была я, Паук Штарина Михайловна и вся наша команда. Редактор субтитров А.Семкин